Всем доброго дня, с вами Аркадий, мы в Канаде. Сегодня я направляюсь в кафе Happiness, которое находится в нашем городке Лондон-Онтарио. Помните, мы там уже с вами снимали видео с Ольгой, которая ведет этот бизнес, да, это семейный бизнес у них с мужем. И она рассказывала про то, как открыть кафе в Канаде, как вести бизнес. Ссылку на ролик про это кафе я оставляю в описании к этому видео. И тогда Ольга сказала о том, что они с мужем сначала изначально приехали по рабочей визе, да, то есть супруг получил рабочую визу и затем они эмигрировали через провинциальную программу. Сейчас-то для многих актуально. Почти все провинциальные программы, они заточены на то, чтобы люди приезжали через учебу, да, это такое большое, ну, можно сказать, основное направление, либо через поиск работодателя. И в ситуации с Ольгой ситуация еще вдвойне интересная, поскольку речь как раз-таки шла о трудоустройстве ее мужа водителем грузовика, трак-драйвером. И сейчас этот вопрос очень многих волнует. Мы тогда с Ольгой сняли два ролика. И первый ролик был про ее кафе, второй ролик она рассказывала про рабочую визу. Но пока я там одно выкладывал, другое, в общем, куда-то как-то я удалил этот ролик про рабочую визу. Прошло уже несколько месяцев. И действительно, вопросы эти постоянно спрашивают. И Ольга там упоминала в видео, как они по рабочей визе приехали. Но информации мало, и поэтому я написал Ольге, попросил ее снова встретиться, снова сделать ролик про рабочую визу. И она вообще без проблем согласилась. То есть, ну, вот это ее личное время, она ничего на этом, никакого интереса у нее нет. Она этим никак не зарабатывает, просто она хочет поделиться с людьми информацией. К чему я это говорю? Вот дело в том, что наше с вами видео на этом YouTube-канале смотрит очень много людей из Канады. И есть часть из них, которые хотят делиться информацией. То есть, помните, у нас интервью есть со Славой, который работает в диджитал маркетинг. У нас интервью было с Геннадием, который работает управляющим фитнес-центром. У нас интервью было с ребятами, которые учились, работают в логистике, фотографии и так далее. Вот эти ребята, они действительно помогают не только мне, речь не обо мне идет. Они помогают вам, тем, кто смотрит этот канал. Но есть огромное количество людей, которые живут в Канаде и пишут в комментариях постоянно какие-то гадости. Про то, что... Ну, я уже привык про то, что я все пишу, там, говорю, точнее, неправду, записываю точнее. Про то, что жизнь всех ждет в Канаде в подвалах и никто там больше 2000 долларов в Канаде не зарабатывает. Про то, как в Канаде все плохо и про то, как тут детям тоже плохо. Короче говоря, я много раз писал таким людям. Вот у вас другая точка зрения. Давайте сделаем с вами интервью. Давайте вы без оскорблений, да, без вот этого хамства. Дайте информацию людям. Это же важно понимать с разных сторон все, да. То есть не только то, что я говорю, не только такие успешные люди, как Геннадий, Ольга, Слава, еще кто-то, да. Люди, которые реально встают на ноги в этой стране и хотят делиться позитивом. Но нет, вот эти люди, которые пишут негатив, от них ничего хорошего нет и ничем они помочь не могут. Поэтому я призываю всех, кто видит такие комментарии, ну, хотя бы задавайте этим людям вопросы. В чем вообще смысл выплескивания их негатива, хамства, от этого постоянно жаловаться на судьбу и других людей? И почему вместо этого они не хотят помочь словом и делом другим людям? Как, например, это делает Ольга вот в нашем интервью, которое вы сейчас увидите. Это первое. Ну и второе тоже, я помню, одна женщина написала, причем сразу так, вы обманываете людей, преподавателям, чтобы стать в Канаде, не обязательно переучиваться. Вот я там доздала экзамены просто и работаю и так далее. Но я-то знаю много других историй и я ей пишу в комментариях. Но вы бы не грубили мне, а давайте мы бы с вами, может быть, интервью бы сделали. Вы бы рассказали, поделились информацией, что есть еще вот такой другой путь. Но что вы думаете она сделала, как она среагировала? Она просто взяла и удалила все, что она писала, вместо того, чтобы рассказать вам, как это можно сделать. Почему это происходит? Почему одни люди хотят делиться информацией, а другие люди вот как бы свой кусок ухватили и никому не скажу, да, где его взять, как это сделать? Откуда это? Непонятно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такая ситуация расстраивает. На мой взгляд, вот эти люди, вот эти негативщики, да, которые грубят в комментариях и ничего толком сказать не могут, они даже не поняли, как устроено это общество. Поскольку здесь максимально люди настроены на то, чтобы не было конфликта. Они просто выплескивают свои какие-то психологические проблемы на комментарии, ну и пытаются каким-то образом навредить вам прежде всего, да, давая какую-то ложную информацию. Один вот буквально человек писал, что у него друзья, которые тут 20 лет, и они ему тут расскажут, как плохо. То есть, вот эти еще друзья накручивают, да, которые тоже вот этот кусок какой-то свой ухватили, не возвращаются, но при этом они не готовы делиться реальной информацией, как сделать так, чтобы было хорошо, а не так, чтобы было плохо, как у них. Вот. Ну, в общем, это было небольшое предисловие. Мне очень интересны ваши комментарии. Для тех, кто на этом канале впервые подпишитесь, обязательно поставьте лайки. Ольга делает это безвозмездно, у нее никакого интереса нет, кроме того, чтобы помочь людям. И давайте посмотрим мое видео. Ольга, добрый день. Прошло несколько месяцев с нашей прошлой встречи, и мы снимали здесь небольшое интервью про ваш бизнес семейный, про это кафе, как вы отлично устроились в Канаде, про твою историю успеха, можно сказать. И, конечно, это вызвало огромное количество вопросов. Очень многие люди с энтузиазмом посмотрели ролик, комментировали, желали удачи твоему бизнесу, но очень большой вопрос вызвало именно начало твоей истории, а именно приезд в Канаду по рабочей визе. Как это все происходило поэтапно. Я объясню почему. Дело в том, что сейчас, ну я не знаю, насколько ты следишь за иммиграционными программами, но появились... Некогда. Это несколько новых провинциальных программ. Вы приехали по провинциальной программе, а сейчас появилась еще, ну уже какое-то время работает, это программа атлантических провинций. И еще есть такая программа, называется программа села и севера. Но на самом деле программа, не то, что там едут прямо куда-то жить очень-очень далеко, там очень хорошие города даже выбраны, я бы сказал. Но программы очень реальные, условия лояльные в плане английского языка, в плане опыта работы. И по программе села и севера можно даже идти со школьным образованием вообще. И в этих программах есть одна загвоздка. Для того, чтобы пройти по этим провинциальным программам, нужно, первое, либо окончить учебу в Канаде в этих провинциях, да, и этот вариант, он, конечно, рабочий, но он не всем подходит из-за стоимости. Либо второй вариант, это найти работодателя и получить поддержку работодателя, получить, ну, грубо говоря, джоб-офер. Джоб-офер, да. Само, да, вот эта процедура получения джоб-офер-подтверждения, она проще, чем, например, это делать здесь в провинции Онтарио, да, в городе Лондон, где мы живем. То есть точно так же, как было в вашей ситуации. Да, мы попали в Виннипек, в провинцию Манитоба. Естественно, это гораздо проще, чем Онтарио, потому что требования у провинции совершенно другие. И, ну, как бы, так как супруг трак-драйвер, как бы Манитоба, мне кажется, это провинция трак-драйверов. Ясно. Но расскажи, пожалуйста, с самого начала, ваш первый приезд в Канаду, какая это была, ну, во-первых, приехали ли вы вместе, или приехал супруг искать работу, какая это была виза? Изначально мы приехали вдвоем, детей мы оставили дома, мы приехали на туристических визах с надеждой на то, что найти компанию, вернее, пересдать на права, подтвердить, да, профессиональные права дальнобоя и найти компанию, которая может сделать поддержку работодателя получить. То есть, когда мы приехали, в принципе, за два месяца на туристических визах, за два месяца супруг сдал на права, подтвердил свои, ну, в Канаде права, что он может ездить на траке. И потом резюме, руки, вернее, ноги в руки и вперед по всем компаниям. То есть, школа, в которой он учился на трак, они дали список определенный, то есть, в какие компании… То есть, у школы есть потенциальные работодатели. Да, ну, то есть, у которых, возможно, есть эти документы, которые могут, ну, как бы помочь, да, с рабочей визой. То есть, но он пошел по всем компаниям, то есть, не выбирая, работает она с иностранцами или не работает. То есть, таким образом, как бы, прошел один круг, ничего, потом пошел второй круг, ну, то есть, это уже где-то с разницей, может, две-три недели. То есть, таким образом, он уже с некоторыми рекрутерами познакомился, ну, его уже узнавали. Вот. И, как бы, но именно в тот момент ни у одной компании не было этой бумаги, чтобы его устроить без выезда обратно в Украину. То есть, сначала вы приехали по туристической визе вдвоем. Как туристы, да, как туристы. Два месяца это было примерно обучение. Обучение, да. И затем поиск работы, ну, тоже где-то месяц занял, но вам пришлось вернуться на родину, поскольку работодатели не могли вас спонсировать. Да, но, опять-таки, уже приняли решение возвращаться, когда одна из компаний позвала супруга. Вот тут эти выездные сессии, которые проходят в Европе, то есть, они иногда проходят в Украине, иногда в Польше, в Вене. Да, да, сейчас провинции тоже делают эти выездные сессии. Да, то есть, и вот в тот год, мы были летом, в тот год это была выездная сессия в Вене, в ноябре. И еще будучи в Канаде, компания, которая была заинтересована мужем, сказала, что мы готовы тебя взять, но чтобы вот пройти этот весь документальный процесс, тебе нужно приехать в Вену. И на выездную сессию, но он уже ехал конкретно к определенной компании, у него уже был, ну, как бы договор на руках, просто нужно было пройти эти все официальные инстанции, то есть, пообщаться с иммиграционным офицером. И на тот момент, когда мы ехали на туристических визах, у нас уже был сдан английский тест, да, IELTS, который мы прошли, для провинции Манитобы его было достаточно, тех баллов. Соответственно, те, кто приезжает, например, в Манитобу, в Атлантику, в другие какие-то города, искать работу и не имеют английского языка, им все равно нужно проходить курсы английского, плюс курсы на трак-драйверах. Можно курсы, можно в школу не идти, то есть, можно самому, да, но мы решили, что в любом случае нужно адаптироваться, немного другие машины, размеры и все прочее, то есть, мы как бы приняли решение. По этой профессии, с Родины. Да. Ясно. Скажи, пожалуйста, вот эта вот ваша поездка по туристической визе, вот эта переподготовка, переобучение, сколько, если не секрет, на это ушло денег примерно? Ой, я даже... Потому что люди очень боятся, что это дорого, это может быть 10-15 тысяч долларов. Ну, если взять в учет, что с билетами, с проживанием, то есть, ты же не можешь работать на туристических визах, ты как бы только тратишь, и тебя технически и физически нет в стране исхода, то есть, никто за тебя не зарабатывает деньги, естественно, ушло, ну, порядка 20 тысяч. Да, порядка 20 тысяч. Да, это что, сколько, ну, месяцев 5 он был в Канаде, как бы я была чуть меньше, я потом улетела домой, вот, плюс тоже полететь в Вену, там, как бы, билеты и все прочее, да. Вообще, мы живем, мы не только, вы много таких людей встречали, которые приехали именно через провинциальную программу, через рабочие вот эти варианты? Много. Много, то есть, это такой нормальный, действующий путь, который не только вы прошли. Да, да, он нормальный, действующий путь, но все очень зависит от исходных данных самого человека, правильно? То есть, если нет опыта работы в этом, или, допустим, как, я не знаю, можно ли это говорить на камеру, если у тебя, там, с России, с Украины, права категория B только, то, как ни крути, нельзя поставить, что у тебя опыта 10 лет, как бы... Ну, вообще, вот этот сам процесс выезда через туристическую визу, затем рабочую визу, насколько ты считаешь, что было стрессово, накладно, и стоило ли это того? Или можно было поехать, например, тебя отправить в колледж, учиться там на пару лет, и затем дети приехали, муж и так далее? Вот, исходя из того, что у нас есть дети, мы семейная пара, у нас был большой вопрос. Во-первых, это английский совершенно другой для поступления в колледж. Я в какой-то момент, у нас был этот вариант, рассматривался, но когда я пошла учить этот IELTS для колледжа, очень сложно. Вот, плюс ко всему было сразу сказано, что если мы идем через колледж, сначала еду я одна, ну, то есть, как бы, никто не уедет сразу всем вместе с семьей, нет, ну, как бы, так не работает. То есть, мне нужно уехать одной, потом через какое-то время, как бы, может приехать супруг с детьми. Для нас вариант этот был не очень подходящий. По поводу, насколько ли стоит ехать как туристами, ну, то есть, если есть возможность получить как-то дистанционно... Вам тяжело было эту визу получить? Туристическую нет, но мы делали не сами. Мы делали через компанию, которая... Иммиграционных адвокатов? Да, которая здесь находится в Торонто, русскоговоря, ну, как они с Украины... Ну, это лицензированные юристы, которые не украинские, не в Киеве находятся здесь. В Торонто, и мы проходили через эту компанию весь наш иммиграционный путь. Затем иммиграционный путь. То есть, туристическая, потом рабочая виза с поддержкой от провинции, потом уже подача на сам permanent resident. Очень было много поддержки, то есть, мы подавались сами, но очень много у меня было вопросов, чтобы я не допустила никакой ошибки. То есть, нам все сделали, нам все, вернее, все сделали, нам все помогли, подредактировали, если что-то нужно было, да. Ясно. Ну, затем, значит, вернемся к моменту, когда супруг приехал на выездную сессию, получил джобоффер, да, то есть, все официально оформили. Сколько заняло потом оформление, разрешение на работу и затем уже иммиграция? То есть, сама выездная сессия была в средине ноября. К концу декабря мы заполнили все анкеты онлайн, там нужно было заполнять достаточно много всего. Ну, почему так долго у нас это взяло, то есть, нужно было там перевести документы на английский, там, недвижимости, что еще у тебя есть, ну, то есть, все было, все было нужно. То есть, где-то к Новому году мы заполнили эти все аппликации онлайн. И в конце апреля нам пришла поддержка провинции, то есть, на основании этой поддержки провинции мы можем либо ждать, либо подаваться на перманетрезидент, ждать его в Украине, да, либо подаваться на рабочую визу и ехать уже в Канаду. Да, да, и подаваться на пиар. То есть, мы подались на рабочую визу и не стали ждать перманетрезидент, мы приехали, так как уже компания его ждала, то есть, мы приехали, он буквально там через пару дней уже пошел в компанию, которая его ждала. Ясно. Ну, работодатель оплачивал что-то по переезду или это все самостоятельно нужно? Нет, все самостоятельно. Самостоятельно, но нужно было выйти на работу, грубо говоря, на первую неделю. Да, да, то есть, все, они очень достаточно помогали, компания поспалась очень хорошая, рекрутер была замечательная женщина, то есть, когда мы прилетели уже всей семьей, она готова была нас взять за руку и повезти по всем вот этим инстанциям в плане там, как получить хелс кард, как там сделать синнамбрс и все прочее, но мы как бы справились и без нее, так как достаточно много знакомых. Да, да, поэтому было очень приятно получить, в принципе, такую поддержку, но, опять-таки, компания ничего не оплачивала, но мы не спрашивали. После того, как вы приехали в Манитобу, по провинциальной программе вы получили пиар, я так понимаю, где-то через год, да? 18 месяцев. 18 месяцев. Ровно. Сколько вы должны были прожить в Манитобе, не могли оттуда уехать или такого правила нет? Оно есть, но есть правило, что ты должен прожить 3 года, но нет наказания за это. Мы не исполнили это правило, получив пиар, мы сразу переехали в Онтарио. Сразу переехали на юг поближе. Да. Ясно. Но вообще вот этот период жизни в Манитобе, вы жалеете, что туда поехали или там вполне нормально было тоже? Нет, замечательный город, все хорошо, просто холодно, достаточно холодно, то есть что машину нужно включать на ночь, в розетку. Достаточно долгая зима и, ну, не знаю, может быть, если бы нам сразу дали моргидж, там, кредит на дом, может, мы так бы и остались бы. Но нам не дали. И потом наши планы поменялись. И вы в Онтарио затем начали все с нуля, опять заново, но муж пошел по той же профессии работать или уже все совсем по-другому? Все по-другому. Свой бизнес. Да, свой бизнес и плюс ко всему для семьи, ну, как для нас, очень сложно тракерство, потому что муж уезжает, нету дома. Кого-то это устраивает, для нас это было некомфортно, неудобно, это было сложно. Ну, вообще, ну, профессия, говорят, действительно сложная и моральная, и физическая, и для здоровья, может быть, да, не вполне. Но ходят, опять же, в интернете такие слухи, легенды о том, что всех подряд берут, работодатели вот готовы на месте переоформлять визу, только переходи границу на мосту, все это делай в Ниагаре. Насколько ты считаешь, что это правда или это преувеличено? Я думаю, что это преувеличено, но есть ряд знакомых, которым компания оплатила, ну, не переобучение, да, то есть оплатила вот эти все процессы. Да, но им давали, то есть компания такая, что рейсы были очень длинные, и, ну, как бы, насколько оно того стоит, я не уверена. А насчет того, что берут всех, не знаю, я не встречала, что приехал на туристической визе, тебя взяли, давай все, документы, готов, прейс. Я не видела ни одного такого человека. Ясно, ну, я почему-то предполагал, что это так. Ольга, спасибо огромное, вопросов еще много. Я думаю, что если будут какие-то комментарии, то постараемся ответить, да, подсказать людям. Обязательно, ребят, посмотрите видео про кафе Ольги, которое мы снимали до этого, я его оставляю в описании к этому ролику, вам очень понравится. И, конечно же, было очень приятно опять с тобой пообщаться на позитиве, мне нравится, что это такая история успеха, потому что люди стремятся и прикладывают разные усилия. Да, усилия это сложно, но все возможно, да. Все сложно. Ладно, спасибо огромное, всего доброго, пока. Спасибо. Ну, вот такое получилось интервью с Ольгой, действительно, я даже прям заряжаюсь вот этой позитивной энергией. На самом деле, путь сложный, поскольку моя ситуация, она была совсем другая по переезду. Но я смотрю, да, на людей и действительно те, кто готовы прикладывать усилия и вот в плане рабочей визы, получение туристической, чтобы вместе уехать и чтобы затем свой бизнес открыть. У тех людей, как правило, получается, пускай не сегодня, пускай завтра, но получается. И, конечно же, если говорить о трудоустройстве в целом, да, вот по таким, по провинциальным программам или вообще можно даже вот этот выезд через трак-драйверство, да, через работу водителем, его можно назвать тоже выездом через учебу, поскольку люди приехали, сначала получили местную лицензию, только потом им был смысл ехать на выездную сессию, да, то есть они смогли получить приглашение и на выездную сессию уже подписать контракт. Естественно, есть такие профессии, как программист, когда людей берут и без канадского какого-то образования, без канадских корочек, но в целом это скорее, наверное, исключение. Вот, поэтому, друзья, каждый из вас делает свои выводы сами, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, вспомните, пожалуйста, то, что я говорил в самом начале. Понятно, что те, кто в Канаде, они для вас волшебство не сделают, они вас не привезут сюда, но вот эти люди, как Ольга, хотя бы за то, что они делятся информацией, это достойно огромного уважения. Ну, а для тех, кто делится только своим хамством, негативом, это достойно, ну, наверное, только сожалений, только пожалеть можно этих людей, то, что им в жизни вот так вот перепала такая судьба. Вот, всего вам доброго, обязательно ставьте лайки, если это видео было кому-то полезно, хотя бы немного пролило свет на то, что делать дальше и как действовать. Да, если кого-то интересуют вопросы образования в Канаде, либо вам нужно общение с иммиграционным консультантом, оценить ваши шансы и так далее, то все ссылочки я оставляю в описании к этому ролику. И обязательно подписывайтесь на канал, если смотрите это видео впервые, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всего вам доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok